3 декабря в России впервые отметили новую памятную дату – День неизвестного солдата. А год назад в Брянской области в поселке Радица Крыловка был открыт памятник неизвестным партизанам и красноармейцам, погибшим за родину. Алексей Афанасьев в прошлом командир разведроты. Теперь он охраняет покой брянских лесов. Когда-то отец Алексея Афанасьева, офицер госбезопасности, работал в этих местах, а потом рассказал сыну все, что знал о страшных годах войны. Именно лесник Алексей Федорович Афанасьев обнаружил партизанскую поляну, а вместе с ней – место гибели неизвестных солдат, замученных фашистами. Я направился в эту сторону, я опираюсь на ней, наткнулся прямо на череп. Это пробил, крепичный череп, что-то заскрипело. Я нагнулся, обернул и обнаружил человеческий череп. Заинтересовавшись находкой, лесник продолжил поиски и нашел немало фрагментов человеческих тел. Сам захоронил их, а на могиле установил деревянный крест. И вот теперь на месте этой братской могилы – памятник русским воинам, навечно оставшимся в брянских лесах. Горсточка ветеранов осталась даже в поселке. Эта горсточка ветеранов уйдут жители, которые считаются тружениками тыла. И, наверное, если ваше поколение, сегодня 20-30 лет здесь собрались, не будут чтить и знать все, что здесь происходило, наверное, мы тоже умрем. Открытие памятника стало возможно благодаря финансовой поддержке компании МТС. Но памятник не был бы установлен без Сергея Протопопова, историка партизанского движения. Его отец – брянский подрывник-разведчик воевал в отряде Виноградова. И хотя имена многих героев так и останутся неизвестными, подвиг их навсегда останется в памяти потомков.